В обычный будний зимний день на железнодорожной станции Чугую все спокойно. Технический персонал расчищает перрон от выпавшего утром снега. Машинисты привычно подают на посадку поезда согласно расписанию. Кассир также на своем рабочем месте. Вежливо беседует с пассажирами и продает им билеты. Вот только этих самих пассажиров почему-то совсем мало. А те, что пришли на вокзал, билеты не покупают. Льготчики и проезд у них бесплатный. На пригородные, ну в основном у нас льготный контингент пользуется большим спросом. Пенсионеры, инвалиды, участники войны. В общем, льготный контингент. Те, что едут, те приобретают, пенсионеры. Ну, таких у нас пассажиров мало. В основном пользуется автотранспортом. Такая ситуация вполне объяснима. Ведь железнодорожный пригородный транспорт давно считается социальным. В настоящее время Южная железная дорога предоставляет льготный проезд 26 категориям граждан. А это 70% от общего количества пассажиров пригородных поездов. По законодательству, затраты дороги на их перевозку должны компенсироваться из государственного и местных бюджетов. За минувший год Купенская дирекция Южедек, к которой относится и Чугуевский район, совершила перевоз льготчиков на сумму более 4 миллионов гривен. Однако компенсации поступило порядка 1 миллиона, что составляет всего 30% от общей суммы. В связи с этим Южная железная дорога провела вынужденную индексацию тарифов. Поскольку финансирование осуществляется не в полном объеме компенсации, для обеспечения безопасности движения, для обеспечения качества перевозки пассажиров, Южная железная дорога по согласованию с Харьковской областной государственной администрацией вынуждена с 1 февраля 2013 года повысить тарифы на перевозку пассажиров пригородном сообщении. Средний уровень повышения тарифа составит от 15 до 25% в зависимости от дальности следования. Вот, например, у нас основные такие пункты следования пассажиров Чугуева, это у нас Лосева, основа Харьков-Пассажирский. Вот стоимость билета до станции Лосева составит 5 гривен 80 копеек. Несмотря на повышение тарифа, по-прежнему сохраняются все социальные гарантии. Как и ранее, студенты будут приобретать билеты за 50% от их стоимости. А вот за детей в возрасте от 6 до 14 лет нужно будет оплатить 75% от общей суммы. Кроме того, для желающих экономить еще существеннее, есть возможность купить абонементные билеты. Их особенность состоит в том, что, имея при себе такой билет, можно осуществлять неограниченное количество поездок в течение дня. Работники железной дороги уверены, в связи с повышением тарифов число пассажиров не уменьшится. Кроме того, учитывая пожелания многочисленных пользователей железнодорожным транспортом, с 18 декабря 2012 года был введен дополнительный пригородный рейс. Отправляется поезд в сообщении Волчанск-Купенск-Харьков, Харьков-Купенск. Из Чугуева отправляется в 17.10 и следует до станции Харьков-Пассажирский. Прибытие в Харьков-Пассажирский в 18.35. Поезд следует только с двумя остановками по станции Терновой и Основа. Обратно поезд уходит с вокзала Харьков-Пассажирский в 19.23 и прибывая в Чугуев в 20.29. Кроме того, поезд имеет остановки еще по основочному пункту Пролесный, а также по Шевченково. И прибывает в Купенск-Узловой в 21.55. Стоимость проезда в этом поезде не отличается от стоимости проезда обычной летычки. Олег Александрович Роговцев живет в Харькове, но очень часто бывает в Чугуеве. Здесь у него находится дачный участок. Говорит электричкой, ему добираться гораздо удобнее, чем автобусом. Электричками, да, регулярно электричками пользуюсь. Именно на Чугуеве часто бываю на этом вокзале. Денег еду, чтобы приобрести машину. А электричкой, ну, выгодно. У меня здесь дача недалеко за Чугуевем. Я в основном езжу туда на дачу и через Чугуев, езжу сюда, скупаюсь на вокзал. Я льготный, я инвалид, у меня бесплатный поезд, но все равно, ну, какая-то, что в руле не играешь. Чугуевец Петр Нестеренко, так же, как и Олег Александрович, пользуется льготами на проезд. Однако, говорит, даже если бы у него не было такой возможности, все равно ездил бы электричкой. Электричка более свободная, раскрепощенная, в том плане, что мне ближе сюда, во-первых. Ну и в электричке места побольше, можно сесть свободно и спокойно приехать, поэтому. Пользуясь случаем, начальник железнодорожной станции Чугуев Виктор Маслов обратился ко всем пассажирам, желающим продолжать пользоваться льготами на проезд. Уважаемые пенсионеры и ветераны труда, для проезда на железнодорожном транспорте на южной железной дороге вам предоставлен бесплатный проезд. Для этого вам необходимо обращаться в кассы станций и вокзалов для приобретения талонов для проезда в электропоездах. Для этого вам нужно обратиться в билетную кассу, предъявив там пенсионное удостоверение. Процедура получения билета займет не более 10 минут.